Как известно, Великая Отечественная война коснулась каждой российской семьи. Кто-то воевал на фронтах, кто-то работал в тылу. В Ибресинском районе в годы войны располагалась летная школа, в которой тренировался легендарный летчик-герой Советского Союза Алексей Моресьев. Местная жительница Нарспи Васильева была знакома с героем и поделилась с нашими корреспондентами воспоминаниями о нем. Когда немцы подобрались к Москве, летную школу в срочном порядке требовалось перевезти в тыл. Выбор пал на поселок Ибреси. Рядом была нефтебаза. Кроме того, через населенный пункт проходила железная дорога. И вот они в конце 1941 года приземлились на вспаханном колхозном поле, припорошенной снежком. Все самолеты приземлились на лыжах. Все самолеты произвели посадку благополучно. Теоретические занятия с курсантами проходили в здании средней школы. Они заняли первый этаж. Учились здесь такие грамотные курсанты. Разных национальностей. Алексей Моресев прибыл в школу, уже будучи опытным летчиком в начале 1943 года. Ему пришлось заново учиться летать уже без ног. Ноги ему ампутировали еще в 1942 году. И летчику с большим трудом удалось снова сесть за штурвал и взлететь. Он поставил себе цель, что он должен вернуться в строй летчиков. Подумал, идет война, если все будут уходить в сторону, раненые, как я. Он подумал, а кто же будет защищать нашу страну? Что станет нашей страной? Я должен летать. Я должен бить врага на земле и в воздухе. Я должен отомстить врагу за нашу израненную родину, за мои покалеченные ноги. Нарспи Васильева познакомилась с летчиком уже после войны. Именно эта встреча повлияла на дальнейшую жизнь женщины. Она занималась военно-патриотической работой. Создала клуб для участников афганской войны. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.